Итак, сегодня вечером я хочу поговорить с вами о религии. Достаточно ли её? В Иоанна 12, глава 33 стих говорится, и это говорит Иисус. Он говорит, «И когда я вознесён буду от земли, всех привлеку к себе, к Богу». Это, конечно, источник всего. В этом цели религии, не так ли? Христианство — это Христос, это очень просто. Это не сложнее, чем это. Христианство — это Христос во мне, надежда славы. Это Христос в вас. Это сила, которая приходит внутри нас. И по своему собственному выбору мы поддаёмся ей. Мы зависим от неё, и она даёт нам силу и направляет нас. Она ставит нас выше нашей падшей наследственности. Наши культивируемые тенденции уходят на второй план, когда мы поддаёмся этой силе. Мы становимся новыми творениями. Это то, что меня ждёт увидеть. Когда я рос, было высказывание, которое я ненавидел. Но через некоторое время я задумался об этом. И когда я написал ту книгу, я тоже подумал об этом. И это высказывание звучит так. «Религия — это опиум для народа». Ой, я ненавидел это утверждение. Но я задумался о нём. Потому что моей первой реакцией было «Вау!». Я подумал, а это правда или ложь? Позвольте мне немного поразмышлять с вами. Давайте мы смотрим на это. Об опиуме действительно говорится в Священных Писаниях. Но если вы посмотрите откровение 14 глава, там говорится о вавилонском вине, который является наркотиком. Не так ли? Так действует наркотик. Вот что делает опиум. Итак, Библия говорит о вавилонском вине, который является наркотиком. А такие наркотики, как опиум или вавилонское вино, затуманивает и умиротворяет разум. Это то, что делает религия. Подумайте об этом. Оно свергает разум и суждение. При его применении оно оказывает снотворное действие. Это религия. Оно маскирует наше истинное состояние. Оно говорит вам, что всё в порядке, когда не всё в порядке. Оно помещает в человека изменённое и ложное состояние реальности. Это правда? Недавно мне сделали операцию по удалению грыжи. И мне дали лекарство, чтобы вывести меня из строя и притупить боль. И когда я вышла из операции, я почувствовала себя хорошо. И хотя меня резали пару раз и было больно, я находился в изменённом состоянии реальности. Я чувствовала себя хорошо. Вы меня уложили на стол, и всё было просто чудесно. Но так ли это? Нет. Это то, что делает религия? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на основные религии мира — буддизм. Буддизм говорит вам, что вы можете достичь состояния нирваны. Другое счастье и блаженство через самоотречение, оно вызвано самим собой. Вам не нужен личный спаситель. Это истинная или ложная реальность? Ложная. И когда я делюсь этим, я не имею в виду унижать человека из предыдущего буддизма или другую религию. Я просто хочу, чтобы честно взглянули на религию и увидели. Действительно, религия является опиумом для народа, потому что я так верю. Я верю, что так и есть. Давайте посмотрим. Индуизм. Вы можете заработать себе путь в следующую жизнь. Вы можете перевоплощаться в лучшее и лучшее состояние. И мне говорили, что есть более 100 миллионов богов. И вы можете сделать свой собственный выбор. Разве это не изменённое состояние реальности? Вы перевоплощаетесь в лучшую и лучшую жизнь. Это правда или ложь? Это ложь. А как насчёт мусульманской религии? Мы много слышим об этом сегодня в новостях, не так ли? Они говорят, что Иисус был одним из пророков, но величайшим пророком был Мухаммед. И если вы следуете за Мухаммедом, вы являетесь частью группы. Если нет, это джихад, священная война. Они убьют вас, они прольют вашу кровь, если вы не последуете за ними. И это такая религия? Это истинное или ложное состояние реальности? Братья и сёстры, это ложное состояние реальности. Это довольно просто, не так ли? Давай приблизимся немножко к дому. Давайте посмотрим на еврейскую религию во времена Иисуса. Еврейская религия во времена Иисуса была динаминированной церковью. Иисус основал еврейскую нацию, не так ли? Весь народ, вся еврейская религия ждала прихода правящего царя. Это было истинной или ложью? Они искали царя, который освободит их от римского гнёта и рабства. Это было правда или это было ложью? У фарисеев были дела законнической религии. По делам закона вы могли стать кем? Как говорит апостол Павел, безупрежные. Псадукеи не верили ни в какое воскресенье. Что если бы Иисус не подвергал сомнению религии, в которой Он родился? Вы думали об этом? Это Божья церковь, это церковь Иисуса. Он основал её. Что если бы Иисус не подвергал сомнению свою собственную динаминацию? Где бы Он был сегодня? Где бы Он был сегодня? Мы всё ближе и ближе подходим. Мог ли кто-то полностью погибнуть в следовании общепринятым нормам динаминированного тела Божьего времена Иисуса? Наверняка не могли бы. А теперь давайте посмотрим на католическую церковь. Знаете, я был воспитан католиком. Раньше я молился на Розаре, потому что думал, что могу заслужить спасение, пройдя через все эти бусинки, чтобы избавиться от моих грехов. На стене церкви поставили статую Марии, впереди у неё были свечи. Я платил деньги за то, чтобы не было моих грехов, и мне не пришлось сгореть в чистилище. Меня учили, что если я приму 7 таймс, я попаду на небеса. Меня учили, когда я приходил в заднюю часть церкви, чтобы благословить себя сватой водой, меня научили ходить в исповедальнюю, которая была на стороне церкви, и священника. Там был человек, вот она двигала небольшую ширму назад, и тогда я исповедовался перед этим человеком в своих грехах. Я не знал, как ирки остаются неизгладимыми, поэтому выдумывал их. Я заходил в исповедальнюю, и я врал, что я украл у соседей яблоки. Я обманул маму три раза, отца четыре раза, священник произнесил, скажи четыре раза, радуйся, Мария, пять раз, отче наш, и купи свечи. Иди, сын, мои грехи твои прощены. Это была исповедь, но я лгал на исповеди. Была ли это истина или ложная реальность? Я верил в это, потому что я вырос в этом. Является ли религией опиум для народа? Вы всё ещё со мной? Следуете ли вы через буддист, индуизм, мусульманство, Божья, динаминированная церковь времена Иисуса? Была ли это ложная реальность? Это была именно так. Католическая церковь, которая вырос, была вином чего? Вавилона. Это опиум. Давайте ещё подойдём ближе. А как насчёт протестантских церквей? Многие протестантские церкви сегодня учат, что спасённый спасён навсегда. Это истина? Если это правда, то почему Люцифер не спасён сегодня? Вы когда-нибудь думали об этом? Если он был однажды спасён, почему он не спасён сейчас? У меня был друг, принадлежащий протестантской конфессии. Я не смеюсь от этого, я просто делюсь с вами. И мы с ним ввязались в эту дискуссию. Один раз спасён навсегда. И он говорит, «Джим, если ты спасён, то ты навсегда спасён». Затем его пастор был пойман на преподаемне. Церковь уволила его и выгнала. И я случайно навесил своего друга. И я сказала ему, «Минутку, минутку, у меня к тебе вопрос. Спасён ли этот человек или нет?» Ну, он знал нашу предыдущую дискуссию. Ему пришёл сказать, «Нет, я сказала, но если он спасён и достаточно хорош для Бога, то почему церковь его выгнала?» Это ложное состояние реальности? Думаю, да. А как насчёт вашей церкви? Давайте действительно пройдём ещё ближе. Божья церковь в последние дни, Божья церковь в остатках. Потому что Бог по Слову Божьему говорит о Своей церкви в последний день. Ты будешь сорняком или ужасом. Ты будешь пшеницей или плевелом. Плевел, он не выглядит как сорняк. Он похож очень близко пшенице. Итак, ты пшеница или ты плевел? О Церкви Божьей в последний день говорится, что ты не холодный, ты не горяч. Кто вы? Во время путешествия, если бы я сегодня послушал пульс церкви, я бы сказала, что он очень вялый. Большинство… Я путешествую по всему миру, побывал в 14 разных странах, почти в каждом штате Соединенных Штатов. Иисус рассказал притчу, особенно в последних днях. Это притча о мудрых и неразумных девах. Кто из них вы? Вы мудрая дева или вы глупая дева? Согласно этой притче, все они ходят в одну и ту же церковь, все они верят в Слово Божье, что душа смертна. Все они ждут второго пришествия Иисуса, не так ли? Все они являются участниками постоянных богослужений, все платят десятину и приношения, но 50%, пятый раз них не готовы. Пять из них находились в ложном состоянии реальности. Это означает, что сегодня вечером в церкви все вы находитесь в ложном состоянии реальности. Вы находитесь в ложном состоянии реальности. Вот что говорит Писание. Это притча Иисуса. Это реальность. Вы мудрая или неразумная дева? Кто вы? Вы находитесь в ложном состоянии реальности или нет? Видите ли, мудрые и неразумные девы говорили в Сену было одно отличие. Мудрые девы обладали всем, что представляет собой Святой Дух. У них была не просто истина. В Иоанна 4,23 говорится, истинный поклонник и поклоняется Богу Отцу в Духе и Истине. Не только в Истине. Итак, если вам комфортно только потому, что вы знаете Истину, позвольте мне сказать вам, и дьявол знает Истину. Я думаю, он знает Истину лучше, чем любой из нас здесь. Я не знаю, спасется ли кто-нибудь или является христианином, потому что он не обладает истиной. Но находитесь ли вы под контролем Святого Духа? Когда Святой Дух шепчет вам, чтобы вы относились к своей жене нежно, относитесь ли вы к ней нежно? Да, всё сводится к тому, как вы живёте христианской жизнью дома. Причина, по которой я всё продал, заключалась в том, что со закрытыми дверями моего дома и относился к своей жене как к королеве. Ну что это было? Я находился в ложном состоянии реальности, братья и сёстры. Я нашёл истину, я нашёл церковь, я нашёл какое-то учение, но я не познал Бога. Если вы связаны с Богом, и Бог не только послал вам спаситель, но и является Господом в вашей жизни, вы всё время относитесь к своей жене как к королеве. Нашли ли вы это? Если вы этого не нашли, вы находитесь в ложном состоянии реальности. Кто вы? Вы направляетесь духом или идёте самостоятельно? Потому что раньше я был самостоятельным в своей религии. И мне приходилось ходить в горы, чтобы найти истинного Бога, который мог бы направлять меня лично. Быть управляемым духом означает, что вы быстро слышите, а самостоятельно означает, что вы быстро говорите. Раньше я всё время быстро говорил. Теперь я фильтрую свои слова, прежде чем произнести их, потому что за всё отвечает Бог. Я спрашиваю разрешение, а как вы? Ведомы ли вы духом в слове или вами движут обстоятельства? Вы находитесь в состоянии покоя или активности? Вы в стрессе? Вас толкают? Вы спешите? Если вы в стрессе, на вас давят и спешат? Кто главный? Возложил ли это Бог на вас? Нет. Нет. Вы спокойны из-за налогов или вас легко спровоцировать? Один направляется духом, другой направляется самостоятельно. Податливы ли вы в руках Бога? Сможет ли он? Управлять вами? Когда ваша жена переступает вам дорогу и вы входите в комнату, а ваша жена говорит что-то, что вам не нравится? Может ли Бог сделать так, чтобы вы относились нежно к своей жене, сказали? Знаете, я никогда бы не взял интервью президента Генеральной конференции у человека на должность этого служения. А знаете, у кого бы я взял интервью? У его жены. У его жены. Потому что Писание говорит, если человек не может хорошо управлять своим собственным домом, то как он может управлять чем? Церковью. Я никогда больше не буду брать интервью у служителя. Я бы взял интервью у его жены. И если бы он был не женат, я бы взял интервью у его матери. Я серьёзно. Потому что так говорит Писание. Вы живёте спокойной жизнью или тревожной жизнью? Потому что один говорит, что за всё отвечает Бог, а другой говорит, что за всё отвечаете Вы. Так кто же Вы? Живёте ли Вы под влиянием Святого Духа в соответствии с принципами Его Слова? Потому что это и есть христианин. Это и есть христианин. Видите ли, это самый важный опыт, который Вы можете получить в последние дни. Но нам ещё предстоит научиться Его проживать. Вот почему мы всё ещё здесь. Вот почему мы бессильны. Мы никогда не обретём мир своими знаниями, нашими доктринами, нашим образом жизни или нашей Церковью. Никогда. С этими вещами вы даже кончиками пальцев не прикоснётесь к Евангелию. Но теперь человек, который наделён силой, потому что Бог течёт через него, он слушает Бога и делает то, что Бог просит его сделать. Это обращённый человек. И это то, что Бог ожидает увидеть. Помните, что истинные поклонники поклоняются Богу в Духе и Истине. Если нет, то Вы находитесь в ложном состоянии реальности. Что если бы Джим, будучи католиком, не подвергал сомнению всю систему убеждений и опыт? Что бы произошло? Я бы продолжал жить в ложном состоянии реальности. Что если бы Джим, будучи протестантом, не копнул бы глубже и не рихнул бы пойти дальше? Я бы остался глупой девой. Даже находясь в Божьей Церкви и остатка. Я бы заблудился и был бы как потерянный. А так, кого Вы слушаете? Позвольте мне проиллюстрировать то, что я говорю. Один из профессоров университета Линкольном Юнион-Колледже в Линкольне, штат Небраска. Я ещё раз приведу это сюда. В октябре прошлого года купил 2000 книг. «Бегство к Богу». Около 2000 из них, потому что это изменило его жизнь. Он говорит, я хочу поделиться этим со студентами, я хочу поделиться этим с церковью. Поэтому он купил от кое-большое количество книг для студентов. 1200 для студентов и 800 для церкви. Он говорит, как мне теперь заставить их прочитать эту книгу? Он знает, что студенты всегда слишком слажены, слишком загружены, чтобы иметь слишком много заданий. Поэтому он предложил студентам, за каждого студента, который прочитает это и заполнит небольшую анкету, он даст дополнительно 25 баксов, при условии, что Джим и Салли прилетят туда и снимут небольшой сериал на выходные после того, как прочитают эти книги. Это серьезное обязательство. Это обойдется им 50 тысяч долларов. Вот насколько это изменило его жизнь. Итак, Салли и я собирались вылететь 10 ноября прошлого года. Мы приехали в Калифорнию, штат Монтана. Наш аэропорт в 5.30 утра. я пришёл к билетной кассе я уже заплатила сказал, но они сказали сэр, у нас небольшая проблема, я сказал, в чём проблема они сказали, самолёт, а спустила колесо, я сказал спустила колесо, они сказали, ну не волнуйтесь у нас в Ангаре есть ещё один запасной самолёт я сказал, запасной самолёт только что поменял колесо если вам нужна помощь, я помогу они сказали, сэр, у нас есть самолёт всё будет хорошо идите к воротам номер один и так мы подошли к воротам номер один и вместо того, чтобы сесть, я подошёл к окну Я присматривалась за этим ангаром, и я жду, прибудет ли этот самолёт, потому что я лечу из Кэла в Солт-Лейк-Сити с пересадкой в Линкольн для Небраска. И у меня было полчаса свободного времени, когда я приземлюсь в Солт-Лейк-Сити. И так этот самолёт должен вылететь туда. И вот я жду, когда они выведут самолёт. Я жду и жду. И мы должны вылететь в 5.50, сейчас в 5.50. А я не вижу самолёта, поэтому я подошёл служить клерку у ворот. Я спросил, сэр, они собираются подать самолёт? Он говорит, сэр, всё в порядке. Я сказала, я не вижу никакого самолёта, он говорит. Не беспокойтесь об этом. Он говорит, через 20 минут я вылечу в Линкольн в Солт-Лейк-Сити. Всё у вас будет хорошо. Я стою и научился вылететь абсолютно всё. Благодаря моей церкви, моим знаниям, моей реформе образа жизни, потому что я веган, я ем морковь и бананы. Должен ли я фильтровать это? Как мне фильтровать информацию? С помощью Бога. Я говорю, Господь, обращаюсь к Господу, и Господь говорит мне, Джим, он черпчет мне на ухо Исаия, 30 глава. Услышь слово, стоящее за этими словами. Забронируй более поздний рейс, Джим. Так Бог говорит мне прямо сейчас. Агент на входе сидит перед нами и говорит, всё будет в порядке. Но всё же, кого вы слушаете? Того агента на входе, который представляет Delta Airlines или вашего Бога. Знаете, с тех пор я немного ушёл в пустыню, и я поняла, что над хаосом мира, над шумом моих эмоций и над моими интеллектуальными знаниями находится тихое присутствие Бога, ожидающее моего внимания. Если бы я просто успокоилась, я сказал, Господь, что Ты хочешь, чтобы я сделал? Вот что Павел сказал, когда он ослеп в деяниях Дэвид 6. Он сказал, Господи, что появились мне делать? Потому что у меня нет для этого интеллекта, мне нужен Бог всё время. Осмелюсь сказать, что и вам постоянно нужен Бог. И пока я встаю там, я веду разговоры с Богом Вселенной. Знаете ли вы, что Бог вложил в человека нечто такое, что Бог может мгновенно общаться с вами всегда и немедленно, где бы вы ни находились. И всё, что вам нужно научиться делать, это соединяться с Богом. Всё ещё не знаю, что он рядом с вами. И мой Бог говорит мне, Джим, тебе нужно забронировать самолёт на более поздний рейс. Ищи другие варианты. И так я посмотрела на агента на посадке, спросила, Сер, какой следующий рейс? Он говорит, нет, после этих двух других рейсов в Линкольн штат Небраска до конца дня не будет. Я сказал, ну а что будет? Он сказал, из другого места, сейчас я говорю, что это за полёт? Он говорит, не раньше часа. Я сказала, опишите меня на него. Он говорит, ну сэр, я сказала, запишите меня на него. Поэтому он запронировал мне билет на часовой рейс в Охаму, на котором мы признаемся в Охаме, в Форресе. Я буду в Линкольн в 5.30. Много времени, чтобы поговорить со студентами без проблем. А потом я стояла там и ждал. Я ждал, а через 55 минут вылетел самолёт. Я бы пропустил оба рейса. Кого вы слушаете? Вы слушаете своего агента у ворот, который говорит, что всё в порядке, всё будет в порядке. Мы должны принять ваше всё в порядке, система всё в порядке. Кого вы слушаете? Я хочу, чтобы вы послушали кого? Бога. Что он говорит лично вам? Он знает. Ваша церковь не знает. Ваш друг не знает. А Бог знает вашу проблему. И вам нужно обратиться к Богу. Единственная цель церкви — привести вас к Богу. Церковь периферийна, а Бог занимает центральное место. Бог — это центральная Личность. Вы идёте к Богу, вы слушаете его. Павел похвалил вериться в Деяниях, глава 17, стих 11. Он говорит, «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово совсем усерднее, ежедневно разбирая описание, точно ли это так». Павел был величайшим евангелистом, когда-либо жившим на свете. И Павел сказал, «Не верьте мне, не верьте проповеднику». Это говорит Павел. Не доверяйте своему агенту. Исследуйте священные писания. Исследуйте свою совесть. Что Бог говорит вам лично? Бог сказал мне, когда я вернулся в Хэмптон, штат Винсконси, «Джим, ты не обращенный человек. В церкви мне сказали, что я обратился, я родился заново. Я был старейшин, и Бог сказал, «Ты не обращен. Ты обращайся со своей женой, как с тряпкой, Джим. Тебе нужно выйти и найти меня. Так кому же я доверяю?» Я продал всё. Полагаю, что Бог прав. И знаете что? Он был прав, потому что внутри меня был Гитлер. Я мог бы сказать вам, что этот зверь над океаном, над семи холмах, этот зверь правил внутри меня. Так какая польза мне было знать, кем был этот зверь, когда о нём этот зверь был во мне? Этого зверя пришлось положить в могилу, чтобы мог Бог войти в меня и сиять через меня. А как насчёт вас? Хотите, чтобы вы включили видеоэкран, и мы посмотрим, кем вы были у себя дома последние семь дней? Может, мы увидели бы, кто живёт в нас? Может быть, Кастро? Может быть, Гитлер? Может быть, Фунусаллини? Как насчёт Франклина? Или, может, у нас здесь итальянцы? Или, может быть, внутри нас живёт Усама Бен Ладен? Я думаю, вы понимаете, о чём я говорю. И вы хотели бы, чтобы этот экран опустился? Это было бы весело, да? Выключили свет, и вы бы всё увидели. Было бы весело. Вот как мы могли создать комитет по назначению. Было бы легко. Вот так мы разорвали цепи. Вот как этот парень вёл себя в доме в своём за последнюю неделю. А мы делаем его пресвитером. Мы смеёмся, но знаете, что это правда. Не так ли? Мы знаем, что это правда. Бог хочет, чтобы вы пересмотрели свой повседневный опыт. Делаем ли мы это? Видите, дьявол действует в религии так же, как и в мире. На самом деле, я думаю, что дьявол более активен в религии, чем в мире. Знаете, Иисус исследовал Священное Писание. Иисус не доверял своим равенам. Это истинное или ложное утверждение? Иисус не доверял равенам. Иисус не доверял своей церкви. Это правда или ложь? Он не доверял своей церкви. Иисус не доверял своим родителям. Он не доверял своей церкви. Я же родитель. Я воспитываю своих мальчиков, чтобы они мне не доверяли. Я воспитываю их, чтобы они советовались со мной. Я поднимаюсь к ним, чтобы поговорить с ними. Я сказала, если видите, что я иду вразрез с Богом или Божьим Словом, не следуйте за своим Отцом. Не следуйте за своим Отцом. Только если ваш Отец следует за Богом, вы можете следовать за своим Отцом. Как только ваш Отец не следует Богу или Его Слову, вы сможете пойти в другом направлении. Иисус не доверял своим чему? Родителям. Так говорит моя Библия. Религия Его Церкви оставила бы Его отключенным. Религия родителей Иисуса, религия Его Церкви оставила бы Его без связи. А как насчет вас? Тот факт, что мышь находится в банке с печеньем, не делайте вы печенье. Это правильное богословие. Я был в банке с печеньем, но я не был печеньем. Мне говорили, что я печенька. Я верил, что я печенька. Но затем я читаю такие тексты, как Яков 1.26. Если кто не будет решиться быть религиозным, в то время как он не обуздывает что? Своего языка. Если кто-нибудь думает, что он религиозен, если он пресс-фитере, проповедует за кафедрой, даже говорит по книге Откровений, но не обуздывает своего языка, так какова у этого человека религия? Пустая. Она абсолютно бесполезная. Она не имеет никакой ценности. Что бы вы подумали о религии Иисуса, если бы после того, как Он совершил, Он позвонил своей матери и по обычаю ругался на свою мать? Так не работает, верно? А какова Ваша религия? Имеет ли она ценность, сущность? Есть ли там сила или она напрасна? Или это опиум? Вопрос, который мы задаём. Выходит ли истинная религия за рамки посещения и поддержки правильной церкви? Да. Это должно выйти за рамки этого. Выходит ли это за рамки интеллектуального чувства истины? Да. Выходит ли это за рамки определённого, приемлемого и правильного образа жизни? Да. Выходит ли она за рамки проповеди и пророчеств? Да. Неужели мы упускаем суть христианства? Ответ братья и сёстры — да, мы упускаем. Вот почему мы всё ещё здесь. Если бы мы действительно нашли истину такой, какая она есть в Иисусе, и мы действительно нашли опыт в Боге, мы бы зажгли мир, как зажгли мир 12 человек. Когда церковь с 15 миллионами имеет меньше власти, чем 12 учеников, то явно что-то не так. Это простая математика. Что-то кардинально не так. В миллионах домов христианства не помешало нам причинить боль тем, кого мы любим своими словами. И позор нам. Может быть, наша религия напрасно такая, как её описывает Библия, моя была. Я был мошенником и лгуном. Когда я ходил в церковь, я мог кричать на жену по дороге в церковь. Я ехал на церковную парковку, я брал Библию, а друг выходил из машины и говорил, «Субботой, как дела?» Моя жена плачет, и ей больно внутри, а мы заходим в церковь и играем в игру. Кто из вас прошёл через это? Кто может сказать, что это правда? Друзья, это всё напрасно. Мне очень жаль. Мы что-то упускаем. Вот почему Бог послал меня в пустыню. Я здесь не для того, чтобы говорить вам, идти и готовиться. Я здесь, чтобы сказать, что вам нужен опыт готовности к общению с Богом. Прямо там, где вы находитесь. Прямо там, где вы находитесь. Бог повсюду. Где вы, там и Бог. Бог послал меня в пустыню, чтобы найти опыт, который вы можете найти здесь сегодня вечером. Вы можете найти его там, где живёте, потому что Бог для нас повсюду. Это не призыв ко всей вашей церкви, это не призыв ко всей вашей религии, это не призыв к действию на протяжении всей вашей доктрины, вашей деятельности или вашего образа жизни. Все они имеют своё законное место. Это призыв, чтобы убедиться, что у вас есть связь. Знаете, мы говорим, что мы церковь откровения. И это справедливо. Но знаете, что я думаю? Я думаю, что в первую очередь вам нужно быть церковью бытия. И я думаю, что нам следует начать прямо с бытия 1.1. В начале Бог. Он был, Он есть, и Он здесь с вами. Я думаю, нам нужно вернуться к бытию 1.1, прежде чем мы будем проповедовать Откровение 14 глава. И тогда наше Откровение 14 будет иметь силу. В начале Бог. Он был, Он есть, и Он рядом с вами, и Он избавит вас от ваших проблем. Это моя религия. Религия признана соединить нас с нашим Богом, а не с самим собой, не с системой верования и не с достойным делом. Всё это может быть идолопоклонством. У иудеев было идолопоклонство, когда они верили в Храм Господень. И когда римские регионы окружили Иерусалим и вырезали евреи, евреи побежали в Храм, потому что думали, что Храм их спасёт. И громко говорится, потекла из Храма. Это было идолопоклонство. У нас должна быть жизненно важная, постоянная и постоянно углубляющаяся связь с Богом, который рядом с нами. Я хочу, чтобы вы влюбились в Бога Вселенной. Я хочу, чтобы вы гуляли с Ним. И эти прогулки изменят вашу жизнь. И сегодня вечером это меняет жизни других мужчин и женщин в этом помещении. Я знаю, о чём говорю. Вы знаете, что был один человек, который поменялся. Он стал другим человеком. Почему? Почему он поменялся? Его партнёр. Он собирается поделиться своим свидетельством. Я хочу, чтобы вы услышали эту историю. Десять минут. Бог меняет людей. Он делает мужчин патриарками. Он заставляет их снова влюбиться в своих жён. Он учит их направлять своих детей, берёт их под своё крыло. Если вы можете делать это дома, то теперь вы можете делать это и в церкви. И тогда вы сможете сделать это и в мире. Но если вы не можете сделать это дома, вам лучше вернуться домой и исправить это. Позволяет ли ваша религия убивать тех, с кем вы не согласны? Это джихад. Это мусульманская религия. Священные войны тёмных веков, из которых мы вышли. Ирландия. Вы видите, как протестанты и католики всё ещё убивают друг друга. Это и есть религия. Это опиум. Это опиум. Евреи убивают палестинцев. Палестинцы убивают евреев. Кому это нужно? И это такая религия. Либералы уничтожают консерваторов. Консерваторы уничтожают либералов. Это такая ваша религия. Сколько консерваторов у нас сегодня вечером? Сколько консерваторов? И это такая религия, по которой мы идём по либералам. Сколько либералов у нас сегодня вечером? Сколько умеренных у нас сегодня вечером? Сколько людей не хотят брать на себя обязательства? Такова ваша религия? Знаете, я верю, что у консерваторов и либералов совершенно одна и та же проблема. И это не теология. Я не думаю, что кто-то из них связан с Богом. Это проблема фарисеев и садукеев. Либералы и консерваторы в своё время столкнулись с одной и той же проблемой. И это не было учением. У них отсутствовала связь с Богом. Когда вы теряете связь, вы сможете прийти к чему угодно. Без связи получается священная война. Знаете, что члены церкви пролили больше крови, чем кто-либо другой. Разве это не грустно? Одна из моих следующих книг будет называться «Дружественный огонь». Вы знаете, что это такое? Дружественный огонь. Вы смеётесь? Но это хуже опиума. Когда мы делаем это друг с другом, это мыщак. Если ваша религия позволяет вам уничтожить кого-то из вашей динаминации, в вашей церкви, потому что она думает иначе, это хуже, чем опиум. Это яд. Яд. Но мой Бог, истинная религия и настоящее христианство проливает кровь за тех, с кем не согласны. Добро пожаловать в христианскую веру. Вы нашли её? Если вы не согласны с женой, то скорее положите жизнь свою, чем убьёте её своим языком. Это христианская религия. Когда либерал приходит в церковь, не разузнав, какая у вас диета, какая у вас реформа одежды, какое у вас понимание музыки, вы пролёте свою кровь ради этого человека. Добро пожаловать в христианскую религию. Иисус сказал, пока они были ещё чем? Грешниками. Были либералами, были жёсткими консерваторами, слушали не ту музыку, ездили не ту пищу, одевались не так. Я умру за них ещё до того, как вы узнаете, что я существую. Вот такой мой Иисус. Это мой Бог. Добро пожаловать в христианскую веру. Нашли ли вы её? Это освобождает. Она освобождает вас от внутреннего Гитлера, который хочет вам не отправлять. Религия динаминации Иисуса провела кровь своего Мессии. Это очень грустно. Но мой Бог, истинная религия и настоящее христианство дают мне возможность жить выше того, что Гитлер внутри меня. Это ваша религия, делающая это за вас. Поскольку Иисус сказал «по плодам их». Что Он сказал? «По плодам их». Узнаете их. Матвея 7, 20. В Бытие 1, 2 говорится «И Дух Божий носился над водами». В Бытие 1, 1 говорит «В начале Бог, Бытие 1, 2, Его Дух двигался по лицу земли». Это религия, это сила. Вот куда нам нужно вернуться и найти это. И поэтому, когда Дух Божий сойдёт на Джима, Он сможет заставить его говорить жене приятные слова вместо гадостей. И когда я научусь это делать, тогда Бог позволит мне пророчествовать о будущих событиях. Но пока я не смогу относиться к своей жене как к королеве, как и должно быть, мне нужно оставить покое пророчества и будущие события. Это простая математика. Теперь мне нужно научиться складывать и вычитать. Это Бытие 1, 2, где вы находитесь. Учить ли ваша религия вас тому, как жить с Богом, игнорировать своего Бога или выступать против своего Бога? Фу. Именно это вы найдёте в книге «Бедство к Богу». Видите ли, у нас самих нет ни творческой жизни, ни добра, ни силы. Вот почему нам нужен Бог. Либо мы синхронизированы с Богом, либо не синхронизированы с Богом. Кто вы? Когда агент при посадке сказал мне, что всё в порядке, Бог предложил мне сменить самолёт. Кого вы слушаете? Вы слушаете Бога или вашего агента? Знаете ли вы, когда Бог говорит с вами, я делаю? Знаете ли вы, когда Бог говорит с вами, я делаю? Я становлюсь ещё более чувствительным к этому тихому голосу. Когда Иисус шепчет, даже малейшим образом я к чувствителям тому, что Он говорит мне. Потому что Он хочет быть моим Богом. Он хочет быть не просто моим Спасителем, но и Господом моей жизни. Это открытие чего-то большего, чем великая религия. Это открытие того, кем я являюсь. И я предпочитаю закончить простой иллюстрацией. Мы с женой покупаем по-разному. Я буду честен с вами. Я ненавижу шоппинг. Я внимательный покупатель. Когда я делаю покупки, это как я вижу цель, и я указываю на это, беру и забираю домой. Другими словами, когда я хочу белую рубашку, я иду в десипене, я знаю, что я хочу, я прохожу мимо отдела белья, я смотрю на это, я не смотрю туда и сюда, я прохожу мимо предметов домашнего обихода, я не смотрю ни на что. Я подхожу к мужским белым рубашкам, покупаю её, беру карточку, плачу и ухожу. Вот так я делаю покупки. Моя жена совсем по-другому. Мы идём с одной вещью, она проходит и говорит, о, дорогой, посмотри, какая вот эта вещь, какая вот эта. Я говорю, ну мы же покупаем рубашку. Она говорит, а посмотри на это, посмотри на то, посмотри на эти полотенца. Другая, посмотри на эти новые туфли. Ты видел эти новые туфли? Вы со мной? Она может утомить меня одним магазином. Честно. Однажды моя жена сказала мне, знаешь, может мне стоит рассказать тебе один магазин? Это реальная история. Мы с женой собирались пойти за покупками. Я сказала, я буду ходить по магазинам до упадку. И так мы ходили по магазинам, покупали платье, оказались в этом одном магазине. Я не знаю, сколько мы уже примерили, я позволю высказать свою версию, но я был так измотан, я буквально вам говорю честно, я был настолько измотан всем этим шоппингом, что просто упал на сиденье. Там была целая вешалка с платьями. И я просто вот так лежала на стене, эти платья закрывали меня. Мимо проходения эти маленькие дамы. Мертвец! Моя жена выбегает из гримёрки, она решила, что я что-то задумал. Она сказала, всё в порядке, это мой муж. Я спросила, как долго мы ходим по магазинам? Как долго было? Полтора часа. Итак, я хочу, чтобы вы это поняли, когда я рассказываю эту историю. Моя жена сказала, дорогой, когда ты собираешься меня взять с собой за покупками? Я сказала, дорогая, я возьму тебя в воскресенье, мы будем ходить по магазинам до тех пор, пока ты не пожалеешь. Я не буду ничего говорить. Я буду заниматься спортом, поднимать тяжесть и делать всё остальное. Я знаю, что впереди у неё целый день покупок. Я начну от того, что провожу её по всем и каждому. А затем мы идём. Херцбургер, один из её любимых магазинов, Келли, штат Монтана. Она ходит по магазинам, она смотрит на вещи. И вдруг я слышу тихий голос, шепчущим на ухо, Джим, тебе нужно срочно пойти к Роя и Милдред. Я сказала, Господи, это ты? Господь говорит, да, тебе нужно выйти из магазина и пойти навестить Роя и Милдред. Он нет. Моя жена подумает, что это какой-то трюк. Но я знаю, когда Бог говорит мне шёпотом, я не слышу ничего вслух, но в тихих уголках моего сердца и совести я знаю, когда Бог говорит со мной, потому что у меня есть совесть, свободное от оскорблений перед Богом и людьми. И Бог может проникнуть в мою совесть в любое время, в любом месте, и я буду там, чтобы услышать. И я получаю приказы от Бога. И так я смотрю на свою бедную жену, мы даже не были в магазине. Может быть, пять минут. Я сказала, дорогая, она смотрит на меня. Что, дорогой? Я говорю, нам пора уходить. И я рассказываю ей эту историю. Она говорит, ты что, играешь со мной в какую-то игру? Я сказала, дорогая, не играя. Я говорю тебе, Бог говорит, что нам нужно пойти навестить Роя и Милдред прямо сейчас. Знаете, у меня очень дружелюбная жена. Она действительно такая и есть. Она прекрасная жена, она очень дружелюбная. Поэтому она отказывается от всех этих покупок и говорит, поехали, мы садимся в машину и едем к дому Роя и Милдред. Я пытаюсь купить участок недвижимости за границей, чтобы разместить там офис нашего служения. До этого я нашёл один и зашёл, чтобы увидеть Роя и Милдред. Я трижды спрашивала, могу ли я купить этот участок земли, которым они владеют рядом с их домом. 30 акров земли. И Роя сказала, нет. Нет. Я даже не хочу об этом говорить. Нет. И вот теперь мы стоим у их задней двери, потому что Бог говорит, я хочу, чтобы ты сегодня садил к Рою и Милдред. Сейчас. Роя говорит, заходите, они ещё не встречали мою королеву. И так я привожу с Салли и Милдред начинает с ней разговаривать. Я сказал, Роя, ну, знаешь, почему я здесь? И мы начали говорить об этой земле. Он спросил, зачем тебе эта земля, Джим? Я рассказал ему о работе, в которой мы участвуем. Роя очень хороший лютеранин, очень консервативный лютеранин. Я рассказал ему о работе, в которой мы участвуем и о том, чем мы хотим заниматься и как мы хотим соединить людей с Богом. И Милдред начал задавать Салли вопросы. Он говорит, почему бы тебе, Салли, и Салли ещё не спеть? В этом разговоре Бог коснулся сердцем Милдред, и мы вернулись, и земля была наша. Мы завершили строительство в октябре прошлого года на этой земле. Да. Итак, кого вы слушаете? кто ваш гид? Может ли Бог так быстро завладеть вашим вниманием? И следуете ли вы за Богом? Видите ли, я нашёл то, чем не хватало в моей жизни. А в моей жизни не хватало Бога, братья и сёстры. Бог направляет меня, Бог вдохновляет меня, и Бог наделил меня силой. Давид также нашёл это, когда сказал в Псалме 26, первый стих, Господь, свет мой, и что ещё? И спасение моё. Господь моя сила. Давид сказал, что по сути есть образ жизни, который я ищу, есть устойчивое место в Господе, которого жаждет душа моя. Я хочу непрерывной духовной близости с моим Богом. А вы? Я нашёл это. Я хочу, чтобы вы тоже нашли это в эти выходные. Не могли бы помолиться вместе со мной? Отец, мы пришли сюда сегодня вечером, чтобы поговорить о Тебе, Бога Вселенной. И Отец, мы знаем, что Ты сегодня вечером с нами. Отец, я молюсь, чтобы Ты вынул берушку из наших ушей и открыл наши глаза и наши сердца, и чтобы мы услышали этот тихий голос, который Ты зовёшь нас. Там, где мы, Ты, Боже, Ты наш Бог, и мы можем ходить за Тобой на каждом шагу, в каждый момент пути. Мы хотим передать нашу жизнь Тебе, Боже, и позволить Тебе дать нам силы, чтобы мы могли стать Твоим народом, чтобы Ты действительно мог стать нашим Богом. Помоги нам увидеть и понять, что в эти выходные мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok